Итак, добрый день. Сегодня мы с вами учимся создавать базовые семейства. У нас сегодня будет две градации. Мы рассмотрим создание самого простого, примитивного. Я люблю называть ленивое такое семейство. И более сложное, модифицированное, со всеми измененными показателями, размеров, материалов, чтобы мы могли добавлять их уже в проекте, а не в семействах. И научиться работать с привязками по основным высотам и размерам. Итак, для начала, что мы с вами делаем? Я нахожусь в стартовом окне. Я нажимаю функцию создать само семейство. У меня 20-я версия, в 21-й версии пока вы библиотеки не подгрузите, они у вас будут отсутствовать. Создать семейство. Что нас интересует? Мы научимся с вами работать с базовым семейством, так называемой колонной. Сначала создадим ленивую, потом буду говорить, как ее можно усложнять. И потом в дальнейшем, как сделать ее быстро. Итак, для начала, что у нас с вами есть? В функции создать семейство в библиотеке у нас с вами метрическая система. Есть просто колонна. Она будет подгружаться как семейство стандартная архитектурная колонна. И также будет возможность у нее изменения материалов. Есть несущая колонна. Принципиальное отличие в загрузке функции, она уже будет являться несущей, и соответственно будет подгружаться к семейству несущих колонн. Если вы не знаете, какой у вас элемент архитектурный, либо несущий, есть еще одна возможность создания метрической системы, типовая модель. Просто типовая модель. У нее есть только, вы видите, маленький экранчик перекрестия, центр вставки нашего основного элемента. И в нем я сейчас для начала создам ленивую, так называемую, колонну, которая будет неизменяемая по показателям и выдавливается на фиксированную величину. То есть она у нас с вами будет статичной. Итак, я нажимаю метрической системы типовая модель и оказываюсь сразу же на нижнем опорном уровне. И что мы с вами должны научиться понимать, все семейства, которые создаются, внутри него есть элементы любым возможным методом выполнения, выдавливания все равно. Либо в горизонтальной плоскости, либо в вертикальной, либо при помощи полых форм выдавливаются элементы. Как делаются изменяемые окна и двери, да на самом деле с привязкой дополнительных опорных плоскостей и привязкой к ним основных типоразмеров. И добавлением маркировок типоразмеров. Давайте разберемся поэтапно. Итак, у нас с вами стандартная метрическая система, типовая модель. Чтобы сделать нашу ленивую колонну, давайте посмотрим, что у нас есть в панели создания. В панели создания у нас есть элемент выдавливания, когда из горизонтальной плоскости элемент выдавливается вверх. Переход, когда у нас с вами один профиль нарисован в нижней части опорной плоскости, другой в верхней, и они будут взаимосвязаны, соединятся между собой. Вращение чаще всего создаются ножки, столы, стулья. Для тех, кто смотрел прошлые видео, там у меня была в метрической системе создавали руст и создавали модель в контексте. Панель создания та же самая, что и у семей, что и у модели в контексте. Фонтаны также при помощи вращения создаются. Грубо говоря, это у вас огибание вокруг какой-то оси вертикальной. Дальше, сдвиг. При помощи сдвига создавались русты, когда профиль нарисован в одной плоскости, дальше его идет выдавливание соответствующего контуру. Переход по траектории, в горизонтальной плоскости соединяются два профиля. То же самое повторяющиеся, только полые формы. При помощи полых форм можно создать любую сложную систему для данной колонны. Либо не просто колонну, а любого другого элемента. Она выдавливает получившийся объем из вашей объемной фигуры. То есть при помощи полой вырезается просто объем. Итак, что мы делаем с вами далее? Сейчас, секунду, звук выключу. Что мы делаем с вами далее? Я создам сначала ленивую нашу колонну. Метрическая система, типовая модель. Я воспользуюсь элементом выдавливания. И нарисую контур стандартной железобетонной колонны 400 на 400 мм. В данном случае я для себя сделаю опору 200 на 200, от которой уже теперь пойду 400, 400, 400 и соединю. Это у меня будет профиль выдавливания моего. На высоту какую? В панели сводится. Смотрим, конец выдавливания. Пускай у меня будет высота этажа. Я знаю то, что 3 метра. И я ставлю свою колонну высотой 3 метра. Она будет у меня статичной, 400 на 400, никак не изменяемой. И задам еще и материал, чтобы был сразу же по умолчанию. Зайду в библиотеку материалов и выберу... А, здесь стандартной библиотеки у нас будет достаточно мало. Подгружу. ЖБ. Соглашусь с выполнением данного действия. Если я рассмотрю в трехмерном виде, включу сразу же реалистичный вид. У меня моя железобетонная колонна получилась статичная, 400 на 400 мм. Давайте загружу ее в проект, посмотрим основные отличия. Создам проект. Любой шаблон. Мне необходимо сейчас его просто перегрузить из одного семейства в сам проект. Вернусь назад в свое семейство и нажму загрузить проект. Не загрузить и закрыть, а загрузить чисто в проект. Что я вижу в проекте? Что же здесь передано трехмерный вид? В проекте я вижу то, что у меня выполнилась колонна, железобетонная, 400 на 400 мм, при высоте этажа 3 метра. Ровно на 3 метра. Она у меня неизменяемая, привязывается только к уровню плана первого этажа. В панели свойств никаких изменений у нас с вами нет. А давайте теперь будем усложнять элемент, постепенно приходить к сложному элементу колонны. Перейду в семейство назад. Перейду на план этажа, опорный уровень. Давайте предположим, я хочу, чтобы моя колонна была изменяемая по ширине и, грубо говоря, по глубине. Чтобы я ее мог регулировать в самом семействе, не в семействе, в проекте уже. И сделаем так, чтобы материалы я мог загружать в самом проекте. Что мне для этого нужно? Мне нужно создать дополнительные опорные плоскости. Они находятся во вкладке создания опорная плоскость. Добавлю на данный момент в произвольной форме опорные плоскости. Раз, два, три, четыре. Четыре опорные плоскости. Связывать их не обязательно, это я чисто сам для себя их связал. Итак, что я сделаю теперь? Мне необходимо их сначала отцентрировать. Всяческий центрирование осуществляется при помощи размеров. Перейду во вкладку «Изменить», «Параллельный размер». Поставлю с привязкой по центральной нашей, по сути дела, оси вращения, либо в центральной оси вставки с двух сторон. И поставлю общий габаритный размер. Нажимаю на размеры между моей центральной осью вставки и нажимаю на обозначение EQ. Этот центрир находит среднее значение арифметическое и выравнивает. Дальше что я сделаю? Подсвечу одну из опорных плоскостей. Здесь я вижу то, что размер привязался к колонне. Отвяжу его до оси доведу. Зажму левые клавиши мыши по маркеру и поставлю необходимое значение – 200 мм. Я вижу то, что у меня вернулось 400 мм. С другой стороны проделаю то же самое. EQ – опорная плоскость. Зажатые левые клавиши мыши меняем размер – 200 мм. Чтобы моя колонна стала изменяемой в зависимости от двухчисленных показателей, мне необходимо привязать ее ребра. Что я сделаю? Подсвечу свою колонну, зацеплюсь левой клавишей мыши по одному из маркеров, отодвину. Когда я его придвигаю назад, вы можете увидеть, что появляется пунктирная линия связи. Ставлю замок. Отодвигаю, придвигаю назад, ставлю замок. Отодвигаю, придвигаю назад, ставлю замок. Делаю все это со всех четырех сторон. Теперь у меня колонна моя привязалась, по сути дела, к опорным плоскостям. Но, просто посмотрите сейчас. Если я загружу в проект, заменить существующую версию, ничего не изменилось по факту, у меня нету никаких изменений размеров. Потому что я не задал им сейчас марки. А конкретно, как они задаются? Подсвечиваю общий размер, ну, не марки, а метки. И у меня в верхней части экрана появляется метка типа размера. Нажимаю на вот этот калькуляторик. Глубина. Свечу. Редактировать. Ширина. Окей. Загружу сейчас проект. Смотрю каждое изменение, буду вам показывать на практике, что происходит. Загрузить проект. Заменить существующую версию. Теперь при подсветке моей колонны у меня появились метки размера. Глубина и ширина. Поставлю, предположим, я 600 и 600. Применить. Сейчас, чтобы вы видели, что колонна изменилась. Вот так, отодвину в сторону. Пускай будет 200, 200. Применить. Мы видим то, что теперь колонна у нас взаимосвязана по ширине и глубине. Давайте разберемся дальше. Вернусь назад в свое семейство. Я хочу, чтобы я мог задавать материал любого элемента в самом проекте. Для этого я подсвечиваю элемент выдавливания, который я выдавил. Нажимаю по нему левой клавишей мыши. В панели свойств у меня есть возможность материала отделки. Да, я могу назначить его вручную, но есть еще маленький такой серенький квадратик. Называется он назначение параметров семейства. Нажимаю на него. И нажимаю на листик создать параметр. Материал. Соглашаюсь с выполнением данного действия. Теперь загружу в проект данное семейство. И смотрю, что у меня теперь возможно изменить. Во-первых, материал. Я могу поставить свой, пускай у меня будет не железобетон, а дерево какое-нибудь. Применить, смотрю. У меня семейство стало изменяемое по моим материалам. И изменяемое по ширине и глубине. Что нам еще не хватает для полного счастья для данной колонны стандартной базовой? Нам не хватает привязку по высоте. Вернусь назад в семейство. И перейду на любой из фасадов. Достаточно один. Предположим, я хочу сделать, чтобы колонну я мог сам изменять по высоте, которую я уже захочу. Я также ставлю размер с привязкой по верхней части моей колонны внизу к нижнему опорному уровню. Да, чтобы колонна у нас с вами никуда не убежала, мы подсвечим ее, нижнюю границу отодвинем, придвинем назад к опорному уровню и тоже заблокируем. Иначе сейчас она просто запроектирована на нем, но не привязана к нему, к опорному уровню. Подсвечу размер моей колонны. Создам параметр. Высота. Высота. Закрыть и загрузить проект. Заменить существующую версию. Смотрю, что у меня в изменении типа теперь есть. Высота моей колонны, которую я могу менять. Поставлю 6 метров. Оп, колонна у меня растет. 200. Пускай будет на 300. И материал, пускай у меня будет не железобетонный, а какой-нибудь кирпич. Ну, кирпича 300 миллиметров мы не увидим, так же, как и 200. Но все равно. Я могу полностью создавать свою колонну по своему материалу. Итак, продолжаем. Давайте с вами сделаем колонну переменную. Не только по высоте, еще и разноуровневую. Предположим, чтобы у нас с вами получилось основание нашей колонны, которая будет из одного материала, вверх нашей колонны, которая будет из другого материала. Они будут взаимосвязаны между собой, изменяемые по расстояниям всем необходимым и так далее. Мы с вами перейдем снова, возвращаясь в наше семейство, и на нижний опорный уровень. На нижнем опорном уровне я запроектирую через вкладку создания снова опорные плоскости, дополнительные. Пускай у меня моя колонна, будет одна выходить из другой, грубо говоря, из нее будет выходить стержень, дополнительный. Можно что угодно, на ваше усмотрение. Задал дополнительные опорные плоскости. Да, каждую опорную плоскость можно задать свое имя, присвоить. Предположим, что это внешняя часть колонны, внутренняя и так далее. Но я этим заниматься пока не буду. Поставлю расстояние. Снизу поставлю общее, чтобы не засорять размерами. Поставлю расстояние между моими основными элементами. Поставлю общее расстояние. Замоделирую сразу же при помощи элемента выдавливания мою колонну, потому что я ее все равно буду менять. Обратите внимание, что я мог сначала выдавить, потом привязать, а мог сразу же эскизные линии привязать к опорным моим плоскостям. Привязываю. Зажимаю замочек в эскизных линиях. Зажимаю. Окей. Пускай она у меня выдавливается на высоту, в данном случае 6 метров, чтобы я ее увидел. На 6 метров. Соглашайся с выполнением данного действия. Поменяю размеры, чтобы 100 ровно на 100. Прошу прощения. Я размеры стал менять до того, как я отцентрировал. Откатитесь назад для тех, кто если это делал. Подсвечиваю размер, нажимаю EQ. Подсвечиваю размер, нажимаю EQ. И теперь уже произведу центрирование нашего размера. 100. 100. Когда у вас большое и объемное семейство, лучше всего размеры блокировать, чтобы никаких ошибок потом уже не произошло. Все размеры с учетом центрира можно заблокировать. Добавлю параметр. Это будет у меня глубина маленькой части. Подсвечиваю. Глубина. Маленькой части. Дальше. Ширина маленькой части. Маленькой части. Подсвечиваю внутреннюю часть моей колонны. Задам параметр для материала данного семейства. Материал. Верху. Окей. Перейду на фасад. На фасаде сделаю опять опорную плоскость. Еще одну. И с вами заодно поучимся удалять ненужные обозначения. Вот та же самая высота, где она располагается и как ее привязывать. Ну, эту опорную плоскость я сдвину на высоту одного метра. И привяжу к ней мою колонну. По верхней ее грани. Окей. Вверх моей колонны добавлю. Во-первых, низ отвяжу от опорной плоскости. Привяжу к верху. Вот этому. Добавлю параметр. Размера. От верха до данного уровня, который я только что замоделировал. Создам метку. Высота верха. Вверх. Где располагаются все наши ненужные размеры, чтобы они в дальнейшем в проекте не отображались. Давайте я создам еще один размер. Назову его только по-другому. Любыми символами, чтобы показать вам, как найти ошибочную. А, удалить. Он у нас не разрешит, потому что у нас уже привязан данный размер. Сейчас привяжу его к какому-нибудь другому элементу. И здесь у меня уже привязано. Сейчас создам еще одну опорную плоскость и к ней привяжу данный размер. Вот так вот. Предположим, вы создали ненужный. Его на данный момент удалили. Удалили опорную плоскость. Где они отображаются? В вкладке «Изменить» у нас есть типо «Размеры в семействе». Все, которые вы задавали. И что я здесь могу найти? Вот те же самые, которые я хаотично создавал. И если я загружу данные семейства в проект, то в итоге я могу увидеть вот эти параметры, которые у меня уже отсутствуют. И меняя в них значение, ничего чуда не случится. Так вот, как они чистятся? Назад в семействе возвращаюсь. Редактирую типо «Размеры». Подсветить можно и удалить. Подсветить. Удалить. Здесь вы можете их переименовать. Можете заблокировать для изменения. Это касается тех, кто загружал нестандартные семейства с окнами, либо у некоторых стандартных семейств окна-двери. И там было два показателя. Примерная ширина и ширина. Один из них подкрашивался серым цветом. Он отображался, но был заблокирован. У второго показателя была написана формула «Зависимости». Предположим, я могу написать то, что у меня моя ширина верха будет пропорционально увеличению ширины низа. Я могу написать эту формулу и заблокировать для изменения. И меня автоматически ширину низа моей колонны вверх будет увеличиваться. Эти числа будут неизменяемы. Ну, вы дальше можете настраивать как угодно самостоятельно. Соглашусь с выполнением данного действия, загружу в проект. Посмотрю, что у меня в итоге получилось. Посмотрю на свою колонну. Во-первых, да, то, что касается привязки по уровню, мы сейчас с вами разберем второе семейство, самое стандартное, типовая модель колонны. Сейчас посмотрим. Материал верха. Поставлю, чтобы у меня верх был, предположим, из бруса. Брус. Ну, он 250 мм, поэтому я поставлю ширину верха 250 мм и глубину маленькой части тоже 250 мм. Материал низа. Могу оставить железобетонный, чтобы это было основание. Высота низа, пускай будет у меня где-то 600 мм. Высота верха 2 400 мм, оставшиеся на высоту стандартного потолка 3 м. Низ у меня, пускай будет, глубина 600 мм, ширина 600 мм. Окей. Я могу замоделировать такого типа колонны. Если я посмотрю на нее с фасада, да, она у меня не привязана по уровню, и по автоматически она у меня никак не добавляется. Кто помнит, если создать просто архитектурную колонну, самую обычную, по умолчанию, сейчас я перейду на план этажа, по умолчанию, при постановке данного семейства, есть зависимость сверху и зависимость снизу. Давайте разберемся, как создается эта колонна. Часть 2. Мы с вами создадим еще одно создать семейство и воспользуемся метрической системой колонны. Как только я открою, перейду на фасад, вы сразу же все поймете. Колонна. В метрической системе колонна у нас с вами уже есть глубина, ширина элемента, а если перейду на фасад, есть дополнительный опорный уровень. Давайте быстренько создадим эту колонну. На план этажа элемент выдавливания, выдавлю его, привяжусь к опорным плоскостям, блокирую, высоту буду с фасада регулировать. Перейду на любой из фасадов, соглашусь с выполнением, выдавлю элемент, привяжу к верхнему опорному уровню, привяжу к нижнему опорному уровню. Элемент выдавливания нажму, создам категорию. Категория у меня будет материал. Окей. Загружу в проект. Снова перейду. Я так как находился в другой плоскости, у меня сейчас будет вот оно, семейство третье. И что у меня здесь есть? Привязка, зависимость по уровню появилась. В изменении типа я могу задать материал. И вот она ширина и глубина. В принципе, ничего сложного в создании семейства нет. Как вы понимаете, все окна, двери и прочие какие-либо сложные элементы создаются комбинацией набора функций, в плане чего выбирается необходимый шаблон для создания семейства. Дальше рисуются необходимые опорные плоскости. Добавляются необходимые размеры, создаются для размеров метка. Для отдельных элементов создаётся отдельная метка для параметра материала. Ничего сложного в этом нет. Если вам понравилась эта инструкция, вы знаете, что нужно делать. Всего доброго.